Всем здорова! Сегодня будем строить настоящий дрифт корч. Подвеску я уже поставил. Сейчас закинем тормозные диски. Вот колеса я тут уже втарил. Вот эти наперед, эти назад. По подвеске в принципе ничего не делал. Единственное, спереди развал стоит. Сзади развал. Ну и занижено по максимуму. Все, больше никаких настроек. Жесткость я не трогаю. По большому счету от этого не сильно зависит. Из чего строится дрифт корч? Это подвеска достаточно жесткая, во-первых. Во-вторых, достаточно мощный двигатель. Даже не столько мощный, сколько моментный. И правильно настроенная коробка. Ну и естественно дифференциал там задней, повышенного трения. Иногда там заваривают. Кому как удобно. И естественно по максимуму легкий кузов. Так. Что нам нужно еще поставить? Нам нужен руль и сидение. В принципе уже в такой компоновке можно дрифтовать. Ну и естественно двигатель. Двигатель сейчас соберем. Я думаю, что собирать будем мы на тойотовском JZ. Так. Строкер. Дальше. Колено у нас тоже получается строкер. Шатуны, соответственно, они же. И поршни они же. Получается они больше должны быть размером. Так. Что? Голова одна. Крышка какая-нибудь. Ну такая, допустим. Это без разницы. Так. Теперь нам нужны распредвалы. Не знаю, чем они отличаются. Возьмем вот эти. Так. Это у нас впуск. Это под турбину. Это обычный. Так. И пайп, наверное, нужен нам. Пайпинг. Так. Это что? Это выхлоп. Вот для твин турбо. И просто для турбо. Думаю, соберем на одной турбине. Так. Наверное. Посмотрим. Нет, вроде больше ничего не надо. Тупливная система одна. Так. Интеркулер. Интеркулер. Турбина. Что, турбина одна, что ли? Так, ладно, берем турбину. Интеркулер. Нитро нам не надо. Такой интеркулер. Так. Карабчан. Дрэговая, дрифтовая. Вот как раз таки дрифтовая нам нужна. Кардан. И блокировочка. Так. Что дальше? Сцепление. Корзина, получается. Маховик. И сцепление, да? Вроде все. Так. Это всякие масляные радиаторы. Масляные фильтры. Из необходимого по-любому поддон ножен. Так. Дон седла, получается. Что еще? Так. Возьмем ремешок. Масляный фильтр. Воздушный фильтр. Так. Вот так вот охладитель. Не знаю. Сейчас посмотрим, что там. Что там еще надо. Это вот понятия не имею, что такое. Ну, все, можно собирать. Так. Вот он ставится. В принципе, на BMW тоже рядные шестерки. Ну, в основном там. М50, М54, М52. Даже на Мках. Вот в Е34-м кузове там тоже рядная шестерка. Не помню, как называется. С-36, что ли. С-какой, короче. Так. Колено, шатуны, поршни, голова. Распредвалы. Это что такое? Так, это у нас впуск под турбину. Это у нас пайпинг пошел. Это выпуск под турбину. Топливная система. Турбина. Большая, кстати. Так. Интеркулер. Дальше, что это? Коробка. Так, что-то к этой коробке не ставится. Подон. То-сё. Ага. Еще один пайпинг нужен, который вот так пойдет от турбины в интеркуллер. Так. Сейчас. И аккумулятор. Аккумулятор. Надо сразу купить аккумулятор, потому что про него постоянно забываешь. Так. Жесть за это. Так, вот он. Этот пайпинг. Еще один. Так. Что еще там надо? Все или не все? Это радиатор. Обычный. Так. Еще какой-то ремешочек. Привод какой-то небольшой. Так. Ну, вроде все. Так. Как-то странно на самом деле. Куда он вообще? Куда он ставится? Он туда не нужен. Куда он ставится? Что у нас получается? Почему-то на эту коробку... Ага. Вот что это. Коробка дрифтая, но на нее не ставится почему-то ни кардан. Ни дифференциал. Ну и ладно. Так, все. Нет, 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 уходи. Уходи. Ты нам не нужен. Давай, до свидания. Теперь, что надо сделать? Можно, в принципе, собрать немного кузовщинки. Так, по мелочи. Или сначала... Нет, давайте сначала проверим. Че, как получилось. Че у нас тут по мешку? Ага. Че-то не работает. А че у нас не работает? Так, это все есть у нас. Читаем. Так, Edition. Несенько. Drive Belt. Что такое Drive Belt? Че-то с движком, короче. Че-то с движком. Так. Drive Belt это, по-моему, крышка. Такс. По-моему, все дело в крышке. Вот в этой. Или вот в этой. Вот в этой штуке, может быть. Такс. Это, может быть, забыл поставить. Привод генератора, получается. Такс. Привод генератора. Ну-ка. Все работает. Какой-то мучайший косяк с тормозными колодками. Смотрите. Они летают. Стой, куда ты? Что-то с ней не так. Ну-ка, сейчас проверим. На месте она. Так. Ладненько. Что надо сделать дальше? Сейчас посмотрим, сколько получилось мощности. Мне кажется, слишком мощный получился двигатель. Ну, правильно, 900 сил. Куда такой? Слишком мощный. Как мы можем дефорсировать? Можем понизить давление в турбине. Так. По-миниму получится понизить. Да, вообще, чё-то такая прям. Ну, чё, будем пробовать. Просто боюсь, что будет она дико в занос срываться. Так. Что нужно сделать после сборки двигателя? Нужно сделать следующее. Нужно сохраниться. Это обязательное условие. Не сохранился, всё потерял. Так. Убираем лишние детали. Сейчас немного. Совсем чуть-чуть экстерьера. И погоним. Так. Нам нужна обычная крышка. Можно её вообще в М-пакете сделать? Так. По мелочи соберём просто. Кто, кому нравится старый BMW, напишите. Именно E34. С какой мордой вам нравится? С узкой или с широкой? Типа рестайлинг или дорестайлинг? Мне лично нравится узкая, но все хотят почему-то широкую. Поэтому я сейчас соберу широкую тоже. Так. Вот. Вот что у нас получается. Фары для теста ни к чему. Так вот. Видим, что колеса немного цепляют арку. Значит, нужно их немного убрать. Убрать примерно 390. Даже 300, наверное, можно сделать. Вот. Так вроде не цепляет. Что, здесь я не смогу выцелить, что ли? Так. Ну-ка, ну-ка. Оп. 300. Всё. Фару можно ставить только одну. Здесь фару ставить лучше не ставить, так как автомобиль и бампер. Бампер, короче, нам не нужен. Это же корч. Зачем корчу бампер? Я тоже думаю, не нужен. Так. Сейчас. Чуть-чуть, маленечко. Там надо стёкла поставить. Вообще, в идеале, нужен ещё и каркас безопасности. Но, не знаю, почему-то у меня не встаёт тут каркас. Значит, не нужен каркас. Нет каркаса, значит, не нужен. Так. Вот он у нас. Сполирок. Такой от M-пакета. Симпатичный. Ага. Опять началось. У меня стекло помялось. Аккуратнее, ребят, в гараже. Творится всякое. Даже стёкла мнутся. Так. Всё. Мотаем время. Идём тестить тачку. Всё норм. Где можно тестить тачку? Пофиг. Этого абсолютно не важно. Ну, здесь можно тестить. Я уж испугался, что сейчас вылетит. Так, давай, аккуратненько, аккуратненько. Видите проблему? Двигант перегревается сразу. Какой-то прямо переизбыток мощности у него. Вот, понятное дело, что сейчас вряд ли у меня получится на ней подрифтить. Потому что надо, во-первых, резину прогреть. Вот, когда происходит такое, что нужно сделать? Сейчас объясню. Это происходит из-за того, что обороты, короче, максимальные двигатели, они слишком высокие. И двигатель постоянно работает, ну, там, в красной зоне на износ. Для этого мы находим, находим блок. Ну, здесь стоит, что-то там, 19 или сколько тысяч. Очень много. Вот. Мы ставим зелёное значение. 9 тысяч оборотов максимально вполне хватит. И холостые на тысячи. Всё. Теперь, после ремонта, он не должен, не должен себя так вести. Сейчас проверим. То есть, он не должен так быстро перегреваться. Было бы круто, если бы сделали, к примеру, ну, там, не знаю, недостаточно охлаждения движку. Раз, там, капот убрал, лучше стало. Так, ну вот. По-моему, сейчас не перегревается так сильно. Хотя, тоже, по-моему, он греется. Давай, давай, давай. Эх. А могло бы получиться круто. Такой затяжной поворот. Заносим. Ну, ещё резина не прогрелась. Вот видите, всё равно, как бы, двигатель желтеет, да, на этом изображении. Значит, нужно ещё понизить. Очень много мощности, как бы, сложно ей как-то управлять в повороте, в плане в заносе. У неё слишком большая, как сказать, ну, поворачиваемость слишком сильная получается. То есть, по идее, в заносе она не должна себя так вести. Ну, естественно, для дрифта многовато столько лошадей. Ну, вот видите, да, то есть, на пятый, и всё, сразу. Срывается в занос. Неважно, на какую скорость. Ну, вот, чё-то, чё-то начинает получаться. Ну, как и сказал, я надо подшаманить чё-то, с коробкой немного посидеть. Ну, да, слишком много мощности. В общем, как-то так, ребят. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Всем пока.